Мои камерамены. Мои мейкеры. Знакомимся. Так здесь тихо, спокойно, вообще здорово. Сделали... Весельский наручник. О, как здесь... Когда я говорю пару дней, они предкиданы... Уривpool. Принеды... Принеды. М可mm che... Субтитры делал DimaTorzok Я уже все песни их международные, подпеваю. Так вы говорите на тайском. Нет, мы там, чтобы остаться, в Таиланде, там все очень так хитро. В общем, в Таиланде еще очень восхищаюсь. Почему, собственно, выбирают Таиланд? Потому что у них такая политика, и они не запрещают жить, но ставят такие условия, которые включают международные силы. Ну, например, 32 месяца будет проживание в Таиланде. По-моему, тоже самое. Без весы? Да, да. Третий, без Уран. Это, например, первый вариант. Вы делаете трехмесячный дом. Три месяца живете, продлеваете еще. Это тоже более туристический. Третий вариант, что мы сейчас делаем, уже два года живем, это студенческое место. Мы пошли просто на курсы тайского. Мы пытаемся его учить. Это, конечно, вообще цирк, то, что мы учим, но все равно я уже так пытаюсь разговаривать. Ну, как это выглядит? Я говорю, меня не понимают. Он меня и по-английски не понимает, так что все нормально. Нет, по-английски не правда, по-английски. Я слышала, вы говорили вообще хорошо говорите. Нет, нет, это они не понимают. Они не понимают, а, 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 понятно. Они лучше моего супруга понимают, потому что он не по-английски, не по-тайски, он руками, они отлично вообще коммуницирует. У меня вечная с этим проблема, да. А, интересно. Да, и вот как бы студенческая виза, она позволяет там жить... Сколько лет максимально? Три года, если тайский учить и 10 лет, если английский. Да, это феноменально. Ну, там все так, так все лояльно вообще-то. Три года имеется в виду весь курс обучения. Ну, ты потом просто выезжаешь снова в Лаос тоже, да, или в Камбоге. А, и привет. И снова в новый студенческий. Опять ты курс повторяешь. Опять три года. Вот. Каждый такой выезд за границу нужно делать, как это называется, рентри виза. Да, да, да. То есть, чтобы не погасилось студенческое. Ну, вот мы сейчас третий год будем жить, посмотрим. Может, в Америку рвать? Ну, в Америке, ну, совсем по-другому. Я не знаю, что после Таиланда, если... Ну, смотря где, конечно. Там, если ехать в Калифорнию, то там и потише. Это вот. А на восточном берегу, конечно, такой темп... Темп? Темп, да, да. Темп. Темп. Жизнь не такой серьезной. Это вот Нью-Йорк, да? Ну, Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон. Конечно, не слабонервных. Ну, и вообще прохладно зимой. Не так, понятно, не так холодно, как в Союзе. Ну, все равно как-то... Потому что привыкаешь уже к более теплой температуре. То есть, сама... Как это? Тело привыкает. Да, тело привыкает, и все равно зима холодно. То есть, первые несколько лет не холодно, потому что, по сравнению, ну, когда мы приехали, по сравнению, конечно, совсем не так холодно. Потом уже как-то адаптируется уже, да? Да, спасибо, да. Адаптируется тело, и все, теперь холодно, если холодно, да. А так и есть. Мы в Таиланде, мы же на севере, и на севере там вот как здесь тоже. Уже зимой, вот в январе, и может температура ночью падает. Ну, вот у нас в прошлой группе вот и 13 ухалось. Плюс, конечно, это холодно. Ну, просто еще холодно. А я, когда первый раз мы приехали, я смотрю, Таиланде так смело с них. Они, значит, девчонки-модницы, значит, в сапожках ходят. Жара вообще невыносимая. 30 градусов, они, значит, в сапожках. Кофточки у них сме. По-моему. Я думаю, похоже. Вас бы на северном полю сценили бы, что имейте. Что вы думаете? Через год. Через год. Я уже сама готова была сапожки. Потому что уже меньше, 26 градусов. Мне холодно, я жуку в Таиланде помню. 25, вообще, дубак. 20, боже мой, заморозки. Вот так вот делать. Ну да, подруга моя еще из Риги, в Германии живет. Она приехала как раз недавно. Как раз в Германии. А, да? Нет. Она уже достаточно времени, уже долго, лет 15 живет. И как раз вот этой осенью сейчас очень-очень хорошая погода в Нью-Йорке. То есть обычно последние несколько лет и весна, и осень примерно два дня. То есть такая очень хорошая температура. Все так прекрасно. Два дня. И потом начинает, как бы, очень сразу холодно становится или очень жарко. А вот в этом году было очень-очень здорово. И настоящее бабе лето. То есть я уже уезжала и все равно продолжалась теплота. Там дождь там начал идти. По крайней мере не было такого там сентября-октября, когда уже холодные дожди постоянно. А она приехала и говорит, Ирина, это лето для меня. Ну это не лето, это осень. Это нормальная осень в Нью-Йорке. Это лето. Ты вообще, я даже... Ты что? А, окей. Мне так хорошо. Она прямо восхищалась. Это и смешно было. Каяки, да? Я думаю, да. Конечно. Вы можете зайти сюда. Сюда тоже. Путин, я говорю, что это лето, что я не знаю. Ага. Ну, почему? Друзьян пишу, как это... Социальные сети. Все, типа, ну-то сейчас водку арендовали. Я еще не видел. Ну арендовали, я арендовали. Завтра послушаю. Ну и шутка. Ну и шутка. А, как? Вот, что нам надо? Да-на-на. Так, не так, не так, не так. Я не хочу. Субтитры сделал DimaTorzok